Металлические заклепки на джинсах стали использовать, чтобы делать карманы более прочными. Это было крайне важно, когда шахтеры засовывали в них тяжелые инструменты. Заклепки полезны и сегодня. Они укрепляют швы джинсов и продлевают срок их службы. Выступы на клавиатуре на буквах А и О, английский F и J, помогают находить правильные клавиши при наборе текста. Они расположены в центре и указывают на оптимальное положение рук. Кстати, раскладка QWERTY была изобретена в начале 1870-х, а до этого клавиатуры напоминали пианино с двумя рядами символов в алфавитном порядке. Не ругайтесь на маленький бочонок на компьютерном кабеле, когда он в очередной раз за что-нибудь зацепится. Этот цилиндр защищает устройство от помех, например, от тех, которые излучают мобильный телефон. Отверстие в ручке кастрюль и сковородок задумано как держатель для ложек или лопаток. Таким образом, то, что вы размешиваете, будет стекать обратно в кастрюлю, не создавая беспорядка на кухне. У канистры для бензина не просто так целых три ручки. Когда ее несет один человек, он использует только центральную ручку, чтобы вес распределялся равномерно. А когда канистру несут двое, каждый держится за боковую ручку. Большие щели под дверьми кабинок общественных туалетов – это недосадная случайность. В отсутствии приватности люди делают свои дела быстрее и очередей становится меньше. А если кому-то станет плохо, оказать помощь будет гораздо проще. В Лондоне некоторые столбы выглядят как уличные фонари, но на них нет ламп. Их официальное название – «зловонные трубы», и в XIX веке они были очень полезны. Эти полые столбы поглощали воздух и взрывоопасные газы с неприятными запахами для предотвращения нежелательных последствий. Книги печатают на больших листах, и один лист обычно вмещает четыре страницы. Если в книге нечетное количество страниц, то, скорее всего, в ней будет пустая страница для заметок или для подписи автора. Щетина зубной щетки имеет две секретные особенности. Во-первых, она со временем выцветает, и это значит, что щетку пора менять. А во-вторых, щетинки различаются по длине. Более длинные помогают лучше чистить задние зубы. Зубная паста с цветными полосками – это просто маркетинговый трюк. В 1970-х ведущий производитель пасты добавил в нее синюю полоску, утверждая, что такой продукт обладает двойным действием. Однако обычная белая паста ничуть не хуже. Первые мячики для гульфа были абсолютно гладкими. Теперь у них ребристая поверхность, потому что игроки заметили, что поврежденные мячики летают лучше новых. В какой-то момент производители начали выпускать мячи с ямочками. Черные точки на лобовом стекле, или фриты, помогают рассеивать солнечные лучи, когда те светят прямо в глаза. Эта рамка защищает от ультрафиолета и помогает стеклу нагреваться равномерно. Так что это своего рода солнцезащитные очки для автомобиля. Рычажок на зеркале заднего вида придумали не для того, чтобы вешать освежитель воздуха. Это переключатель между дневным и ночным режимом, и он помогает приглушить отблески фар других машин, когда это необходимо. Цветные точки на пакетиках чипсов помогают производителям контролировать цвет упаковки и показывать, какой цвет чернил был использован на упаковке. У вашей микроволновки, скорее всего, есть тихий режим. Нажмите один или ноль и удерживайте. Это может сработать. У некоторых моделей бывает специальная кнопка отключения звука, которую почему-то все игнорируют. В общем, полистайте инструкцию. Петли на тележке для покупок помогают организовывать вещи и делать поход в супермаркет более приятным. Благодаря им ваша новенькая белая куртка не окажется между свеклой и морковью. Наклейки на фруктах расскажут всю правду о прошлом вашего яблока. Пятизначный номер, который начинается с девятки, указывает на органический продукт. Четырехзначное число, начинающееся с тройки или четверки, означает, что фрукт был выращен традиционными методами. Если же число начинается с восьмерки и в нем пять цифр, лучше оставить яблоко на полке. Обычно в комплекте с автоматическими карандашами для губ и для глаз имеется точилка. Крышка на задней части карандаша не только показывает цвет. Ее можно снять и заточить изделие. Если чистить апельсин совсем не хочется, разрежьте его сверху и снизу. Затем сделайте надрез сбоку и просто снимите кожуру. Иногда на зубочистках бывает несколько канавок, и секция с канавками представляет собой импровизированную подставку. Разломите зубочистку на две части и используйте меньшую, чтобы избежать контакта со столом. Точно так же можно сделать подставку для одноразовых палочек. У них есть нечто вроде шишки с одной стороны. Прежде чем разделить палочки, отломайте эту часть. И когда захотите сделать перерыв в еде, положите палочку на подставку. Большинство тюбиков запечатаны пластиковой пленкой или фольгой, и открывать их ногтями не лучшая идея. Специальный шип на крышке откроет даже самый надежно запечатанный тюбик. У смокинга над обычными карманами есть дополнительные, совсем небольшие. Они называются карманами для билетов и изначально предназначались для билетов на поезд. Возможно, вы уже слышали, что под вашей духовкой есть ящик для хранения еды в тепле. Если гости задерживаются. Кстати, в этом ящике можно готовить при низких температурах. Когда-то все бутылки были зеленого цвета, но оказалось, что коричневый намного лучше блокирует ультрафиолетовое излучение. У доллара тоже есть свои секреты. Большая буква с ободком показывает, какой банк выпустил банкноту. Все деньги печатают 12 федеральных резервных банков. Поэтому, если вам любопытно, откуда взялась купюра, изучите эти коды. А1 Бостон Б2 Нью-Йорк С3 Филадельфия Д4 Кливланд И5 Ричмонд С6 Атланта Г7 Чикаго Х8 Сент-Луис Л9 Миннеаполис Джей-10 Канзас-Сити Кей-11 Даллас Л12 Сан-Франциско Шероховатые края у монет не только элемент дизайна. Раньше вес монет, изготовленных из драгоценного металла, определял их стоимость. Люди срезали края у монет, расплачивались ими, а затем расплавляли кусочки, чтобы отлить новые монеты. Чтобы пресечь такое мошенничество, на ребра монет стали наносить узоры. Небольшие ямочки на дне некоторых чашек удерживают их на влажных поверхностях и не дают избытку воды накапливаться, пока чашка находится в посудомоечной машине. Чтобы наслаждаться свежим и мягким арахисовым маслом, храните банку вверх дном. Так масла равномерно распределятся по банке и не будут все время оказываться на дне. Пена для ванны сохраняет воду теплой, и вы можете дольше наслаждаться водными процедурами. Правда, это работает только с акриловыми ваннами. Металлические ванны довольно быстро теряют тепло, независимо от пены. Дверные ручки из латуни, бронзы и некоторых медных сплавов обладают антибактериальным эффектом благодаря особым свойствам металлов. Небольшая прострочка в виде буквы ВИ на свитере помогает ему не терять со временем форму за счет двойного слоя ткани, как на поясе и манжетах. Чтобы не испачкаться, попробуйте наливать сок, перевернув коробку и изменив положение клапана. Так напиток будет меньше расплескиваться. Треугольные клапаны на небольших коробках сока также помогут вам ничего не пролить. Если их отогнуть и использовать в качестве ручек, не придется давить на упаковку, и сок не будет из нее бесконтрольно выливаться. Все одноразовые стаканчики выглядят одинаково. Их особая форма позволяет наслаждаться напитком. Верхняя часть всегда шире, чтобы туда мог поместиться нос, пока вы пьете. А нижняя часть уже, чтобы любой мог удержать стакан, даже если рука маленькая. Кроме того, разница в ширине позволяет вставлять стакан один в другой. Можно накрутить стеклянную банку прямо на блендер с резьбой, чтобы потом не пришлось мыть чашу. Главное, не включать устройство на полную мощность. Пакетик с сахаром лучше надрывать не сбоку, как вы всегда делали, а посередине. Так мусора будет гораздо меньше. Две молнии на одной секции отлично защитят от карманников. Повесьте на них замочек, и никто, кроме вас, не сможет открыть ваш рюкзак. Когда что-то застряло в зубах, добиться идеальных результатов с помощью зубной нити бывает непросто. Чтобы увеличить натяжение, свяжите ее узлом. Таким образом, вы в мгновение ока избавитесь от застрявшей между зубами пищи. Крошечное отверстие в нижней части замка предназначено для слива воды, чтобы он не ржавел. А кроме того, это самое удобное место для смазки навесного замка. Всего капля масла значительно облегчит его открывание и закрывание. Крошечный пластиковый диск под крышкой бутылки нужен для того, чтобы удерживать в ней газ. Иначе вместо газировки вам достанется просто сладкая водичка. Некоторые считают, что красная сторона ластика предназначена для карандаша, а синяя – для чернил. Однако это миф. Синяя сторона предназначена для стирания с более плотной бумаги. Она подходит как для карандаша, так и для чернил. Но убедитесь, что бумага действительно толстая. Синяя часть ластика умеет кое-что еще. С ее помощью можно полировать украшения и чистить электронику, например, экран мобильного телефона. Не знаете, как избавиться от следов наклеек? Ластик поможет справиться и с этой проблемой. А еще им можно чистить замши и убирать грязь со стен. Стеклянные бутылки обычно имеют на дне углубление, которое называется пункт. Это удобно для тех, кто разливает напитки. Таким образом, бутылка не выскользнет из рук. На упаковке ватных дисков есть шнурки, за которые ее можно повесить на какой-нибудь крючок. И вовсе не нужно постоянно ослаблять и затягивать пакет. Посмотрите на дно. Там есть перфорированная линия. Сделайте надрыв и вытаскивайте ватные диски прямо из висящей упаковки. Если облизать картридж от Нинтендо, во рту останется кисло-горькое послевкусие. Это бензоат Динатония, который известен своим отвратительным вкусом. Им специально покрывают картриджи, чтобы никто их случайно не проглотил. Длинные горлышки у бутылок делают не просто так. Если хотите как можно дольше наслаждаться холодным напитком, держитесь за горлышко, а не за саму бутылку. Тоже относится и к бокалам. Ножка предохраняет напитки от перегрева, так что держите их правильно. Пуговица на обратной стороне воротника рубашки предназначалась, чтобы удерживать галстук на месте. Тонкие галстуки, для которых делалась эта пуговица, сегодня не популярны, поэтому она стала просто элементом дизайна. Все беговые кроссовки оснащены системой защиты от развязывания шнурков. Это дополнительное отверстие в верхней части кроссовок. Сделайте петлю, вставив шнурок в это отверстие в обратном направлении. Перекрестите шнурки и вставьте их в петли. Затем потяните шнурки вниз, сделав своего рода замок. Это лучше, чем прятать концы шнурков внутрь ботинок. На женских рубашках пуговицы находятся на левой стороне, потому что раньше рубашки могли позволить себе только обеспеченные дамы, которым помогали одеваться горничные. А горничным было удобнее застегивать пуговицы, расположенные таким образом. Силикагель встречается в самых разных вещах, которые вы покупаете. Например, в сумках и обуви. Он предназначен для поглощения избыточной влаги, поэтому, когда в следующий раз промочите обувь, попробуйте положить в нее пакетик с силикагелем. Возможно, вы всю жизнь неправильно использовали шампунь. Его нужно наносить не на все волосы, а только на их корни. Получившейся пены будет достаточно, чтобы как следует помыть волосы. Поля в тетрадях и книгах изобрели для защиты информации. Раньше в домах жили крысы и мыши, которые довольно часто грызли бумагу. Однако им не удавалось сгрызть больше того, что специально оставляли для полей. Красными стаканами, которые вы наверняка видели на вечеринках, можно измерять количество жидкости. Нижнее деление равно 30 мл, второе деление равняется 150 мл, а третье соответствует 355 мл. Съемные подголовники в автомобилях нужны для безопасности. Если вытащить подголовник из сидения, можно увидеть два прочных металлических бруска. Они помогут вам при необходимости разбить стекло и выбраться из машины. Маленькая стрелка рядом с индикатором уровня топлива на приборной панели автомобиля указывает, с какой стороны находится лючок бензобака. Это удобно, если вы пользуетесь арендованным автомобилем. Шумовые полосы на дороге помогают тем, кто ездит по ночам и рискует заснуть за рулем. Каждый раз, когда автомобиль наезжает на эти полосы, водитель чувствует вибрацию и слышит довольно громкий шум, от которого невозможно мгновенно не проснуться. Раньше кольца были не просто аксессуаром. Знать использовала их в качестве печатей. Лучники носили кольца, чтобы защищать пальцы от повреждений тетевой, а швеи – от уколов иголками. Кольца на аудиоразъеме – это не элемент декора. Они имеют разные функции. Если на вашем аудиоразъеме их три, это означает, что устройство может воспроизводить стереозвук, а в наушниках есть функция микрофона. Короли, которых изображают на популярной колоде карт, являются реальными историческими персонажами. На пиках изображен царь Давид, на трефах – Александр Македонский, на червах – Карл Великий, а на бубнах – Юлий Цезарь. Все это время мы неправильно отрывали бумажки для заметок. Если отрывать их снизу, они скоро начнут отклеиваться. Но если отрывать их сбоку, вдоль липкой линии, они будут держаться на месте гораздо дольше. Клейким валиком удобно чистить одежду, но его можно использовать и для очистки других вещей. Например, если вы хотите очистить грязь с лотков для посуды в посудомоечной машине, возьмите липкий валик и хорошенько пройдитесь им по каждому отделению. Все крошки и грязь исчезнут. На упаковках многих косметических средств сбоку нанесены загадочные числа. На самом деле они сообщают, как долго продукт прослужит после того, как вы его откроете. На это намекает картинка с открытой емкостью. Если вы покупаете молоко в пластиковых контейнерах, то, наверное, замечали на них большие круги. Они поглощают удар, если уронить молоко на пол, и дают дополнительное пространство, чтобы контейнер мог расширяться. Таким образом можно заметить, что молоко испортилось, не пробуя его. Довольно неприятно, когда твердый дезодорант еще не закончился, но использовать его уже невозможно. Хорошо, что есть простой лайфхак. Отвинтите дно, возьмите карандаш и просуньте подвижущуюся платформу. Так вы вытолкните все остатки дезодоранта. У стандартных вилок, которыми оснащают электроприборы в Северной и Южной Америке, на плоских зубцах есть маленькие отверстия возле кончиков. Благодаря им вилка прочно держится в розетке и не выскакивает. Кроме того, эти отверстия помогают подводить электричество непосредственно к зубцам, без использования розетки. Подключить провода к такой вилке гораздо проще, чем к обычной. В окнах самолета тоже имеются маленькие отверстия. От них во многом зависит безопасность полетов. Они защищают пассажиров и экипаж от внешнего давления и в целом уравновешивают давление на окнах при взлете. Хорошо, я в курсе, что они холодные на ощупь, особенно в морозный зимний день. Но знаете ли вы, что латунные дверные ручки не только стильно выглядят, но и выполняют особую функцию? Как медный сплав, латунь обладает антимикробными свойствами. Это означает, что она помогает избавляться от вредных микробов и бактерий, иногда в течение пары часов. В местах с большой проходимостью это особенно полезно. Но поскольку латунь стоит дороже других металлов, например, никеля и стали, сегодня такие дверные ручки почти не встречаются. У большинства отверток тоже есть секрет. Их можно просунуть через гаечный ключ, чтобы создать больший крутящий момент. А еще это очень удобно, когда вам нужно закрутить болт в каком-нибудь труднодоступном месте. Есть причина, по которой пуговицы на женских рубашках удобны для левшей. И она не имеет ничего общего с модой. Эта особенность восходит к тем временам, когда горничные помогали дамам одеваться. Такое расположение было удобнее для горничных, а также подчеркивало богатство хозяйки наряда. Вот почему эта практика сохранилась, хотя в наши дни большинство людей одеваются сами. В следующий раз, когда будете вскрывать посылку, обратите внимание на свой канцелярский нож. Если на лезвии есть несколько диагональных линий, значит вас ждет небольшая инженерная находка. По этим линиям лезвие можно отламывать. Постоянная резка картона затупляет край лезвия. Чтобы не покупать новый нож, можно отломить последний сегмент вдоль линии и получить новый острый край. Используйте для этого щель на насадке в задней части инструмента. Инженеры, придумавшие это гениальное изобретение, вдохновлялись способом разделения шоколадных плиток на дольки. Подождите минутку, не выбрасывайте пока картонную коробку. Скорее всего, в ней лежит несколько пакетиков силикогеля. Этот гель служит для сушки. Он отлично собирает влагу из окружающей среды, поэтому вам стоит сохранить эти пакетики и использовать позже. Если вам понадобится высушить телефон или другое устройство, поместите его в контейнер с силикогелем, чтобы уменьшить повреждения. Не нужно быть механиком, чтобы понять, когда автомобильные шины нуждаются в замене, поскольку они оснащены индикатором. Присмотритесь внимательнее, и вы увидите, что канавки в рисунке колеса прерываются особыми резиновыми перемычками. Как только перемычки начнут истираться, это признак того, что вам необходимо записаться в автосервис, поскольку шины, скорее всего, потеряли большую часть сцепления с дорогой и ездить стало небезопасно. В верхней части лобового стекла автомобиля имеются черные точки, вплавленные в края стекла. Их наносят не для красоты. Эти точки называются фриты. На стекло добавляется специальный тип керамической краски для защиты герметика от ультрафиолетовых лучей. Точки также делают поверхность более шершавой, за счет чего клей лучше удерживает окно на месте. Когда в следующий раз окажетесь за рулем, найдите небольшой рычажок под зеркалом заднего вида. Вы вряд ли знали, что он служит для переключения зеркала из дневного режима в ночной. В зеркале используется технология призматического стекла для размытия отражения и уменьшения бликов от фар позади вас. Наклоняемые вручную зеркала изобрели в 30-х годах 20-го века, но стандартом они стали в 70-х. Находясь в машине, обратите внимание на подголовники. Вы, скорее всего, не знаете, что у них есть дополнительное назначение. Конечно же, они помогают обеспечить поддержку головы для пассажиров разного роста. А скрытая особенность заключается в том, что они съемные и оснащены двумя очень прочными металлическими штырями. Если вы когда-нибудь застрянете в машине и вам нужно будет быстро выбраться, эти штыри помогут разбить окна автомобиля. Итак, вы ведете машину и вдруг у вас заканчивается бензин. То, что я сейчас опишу, больше похоже на анекдот, чем на реальную ситуацию. Но что, если вы настолько торопитесь, что случайно выезжаете с заправочным пистолетом, все еще находящимся в баке? Заправочные пистолеты сконструированы таким образом, чтобы предотвратить любую опасность. Они оснащены механизмом отрывок, который позволяет шлангу легко отделяться при достаточном усилии. Кеды, созданные в начале 20 века для баскетболистов, вскоре стали базовым предметом гардероба, подобно джинсам и кожаным курткам. Если вы присмотритесь к ним внимательнее, то увидите, что у них сбоку есть две дырочки, похожие на отверстия для шнурков. Они сделаны не только для того, чтобы обеспечить дополнительную вентиляцию, но и чтобы люди могли более творчески подходить к шнуровке. Признайтесь, вы всегда считали, что палочки для еды соединены попарно с единственной целью – держать их вместе, пока вы не будете готовы приступить к трапезе. Это не совсем так. При более детальном осмотре вы заметите, что деревянные палочки заканчиваются прямоугольной пластиной. Это наследие старой японской традиционной конструкции, которая помогает легко отламывать конец. Его можно использовать в качестве подставки для палочек, чтобы сохранить их в чистом состоянии и снова использовать после перерыва, поскольку они не будут касаться стола или любой другой поверхности. Женские велосипеды имеют особую конструкцию, которая, как ни странно, имеет историческое и модное объяснение. Более низкая рама в основном предназначена для того, чтобы компенсировать более низкий рост дамы по сравнению с ростом среднестатистического джентльмена. За счет этого руль и седло тоже оказываются ниже. Однако у низкой рамы есть еще одно предназначение. Когда женщины постоянно носили длинные юбки и платья, им нужно было быть уверенными, что их наряды не зацепятся за раму. Для этого придумали велосипед с более низкой рамой, идеально подходящей для женщин и их потребностей того времени. Разноцветная зубная паста – это не просто приятная мелочь, делающая чистку зубов более веселой. С каждым из цветов связан особый смысл, который уходит корнями в 70-е годы 20-го века. В те времена люди стали активно интересоваться гигиеной полости рта и искали продукты, которые были способны на большее, чем просто очищение зубов. Одна компания догадалась добавить в свою зубную пасту ополаскиватель для полости рта, то есть синюю полоску. Позже она добавила красную полоску, которая должна была содержать ингредиенты, помогающие ухаживать за деснами. И еще о зубной пасте. В следующий раз, когда откроете новый тюбик, проверьте крышку. Возможно, вас ждет небольшой сюрприз. Внутри колпачка есть заостренный шип, который позволит проколоть защищающую тюбик мембрану, не порезавшись и не испортив маникюр. Не говоря уже о том, что это более гигиенично, поскольку так вы не занесете микробы или бактерии в саму пасту. У зубных щеток тоже есть секрет. Их щетинки часто бывают разноцветными. Это не только придает зубной щетке более привлекательный вид, но и имеет практический смысл. Большинство зубных щеток имеют узор из синих щетинок, переплетенных с белыми. Синяя краска постепенно выцветает, сигнализируя о том, что пора менять щетку. Стоматологи говорят, что зубные щетки следует менять каждые 3-4 месяца. И щетинки напомнят вам об этом, если вы вдруг забудете. Вы все еще любите играть в Лего? Я не осуждаю, это отличное хобби для всех возрастов. Обратите внимание на отверстие верхней части голов Лего-человечков. Перед вами элемент безопасности, разработанный компанией Лего для предотвращения удушья. В ремнях безопасности на пассажирских сидениях есть интересная петля. При сильном натяжении стежки на петли разрываются, и лишняя ткань может помочь в амортизации пассажиров. Лишние несколько сантиметров могут иметь решающее значение в тяжелых обстоятельствах. Но на ремне водителя петли нет. Считается, что так безопаснее, учитывая, что рядом находится руль. Ремни безопасности были изобретены еще в середине XIX века, хотя до 1960-х они использовались редко. Система предупреждения столкновений помогла вывести ремни безопасности и другие функции на новый уровень. Прогнозируя столкновения, система автоматически подтягивает ремни безопасности, выравнивая подушки безопасности и обеспечивая нагрузку на тормоза для уменьшения удара. Каждый год происходит 6 миллионов автомобильных аварий, поэтому функции безопасности нужно улучшать не только для предотвращения несчастных случаев, но и для лучшей защиты людей. За последние 25 лет материалы кузова машин начали заменять на алюминиевые и магниевые сплавы, а также на композиты из углеродного волокна. Они не только обеспечивают более экономичную поездку, но и гарантируют, что при аварии такая конструкция создает зону смятия. Когда автомобиль врезается в другой объект, зона смятия поглощает энергию удара, хотя это может привести к большему повреждению автомобиля, но также помогает снизить воздействие на пассажиров. Из-за долгой истории использования автомобильных бамперов, трудно представить время, когда их не использовали. Бамперы были изобретены в конце 800-х годов. Со временем они изменились до такой степени, что теперь их обычно просто не видно. Однако они там спокойно ждут под внешними слоями из пенопласта или пластика вокруг жесткого армированного стержня. Все окна автомобиля сделаны из стекла, а лобовое стекло делается из небьющегося материала. Оно имеет несколько слоев, так что если в него что-то прилетит, то на передние сидения осколки стекла не попадут. До 1950-х годов использовалось обычное стекло, но по мере того, как транспортные средства становились все более заметными, в них вносили изменения. Кажется, подушки безопасности были в автомобилях всегда. Однако их изобрели лишь в 1968 году. Они постепенно набирали популярность и в итоге в 1998 году стали обязательными для всех машин. С тех пор подушка безопасности добавилась и в рулевое колесо. Теперь их размещают по всему автомобилю, чтобы защитить всех пассажиров. При ударе срабатывают датчики столкновения и за долю секунды приводят в движение подушки безопасности. Они надуваются в течение миллисекунд. Погоду предсказать трудно, а особенно определить сцепление с дорогой. В конце 60-х в автомобилях была внедрена антиблокировочная система АБС. До этого она использовалась в самолетах, конструкции которых были разработаны еще в 1908 году. Вскоре АБС стала необходимым элементом для всех транспортных средств, обеспечивая сохранение сцепления на скользких поверхностях и контроль при торможении. Сегодня система продвинулась настолько, что ее последние модификации обеспечивают сцепление даже при сильном боковом ветре. Круиз-контроль изобрели еще в 1948 году. Современный адаптивный круиз-контроль гарантирует, что когда машина едет с постоянной скоростью и догоняет более медленный автомобиль, она регулирует свою скорость. Другие варианты могут также гарантировать, что машина полностью остановится, как только определит, что впереди идущий транспорт сделал то же самое. Легко забыть включить дальний свет при долгой езде по длинной и пустынной дороге. И функция автоматического дальнего света быстро набирает популярность. Модули камер распознают тип проходящего через них света и помогают определить необходимость дальнего света. Автоматический дальний свет существует с 50-х годов. Изначально он работал на светочувствительных датчиках, но это было ненадежно. Теперь эта функция определяет источники света, будь то дневной свет, свет машин или даже отражение на знаки, гарантируя, что это не мешает другим водителям. Настоящая головная боль? Следить за тем, чтобы никто не попал в слепую зону, из-за чего происходит около 400 тысяч аварий в год. Солнечные датчики в задних бамперах транспортных средств и системы мониторинга слепых зон отслеживают соседние полосы движения. Они предупреждают водителя о том, что рядом может находиться транспорт с помощью мигающих огней на приборной панели или звуковых сигналов. Датчики помогают со многими проблемами, возникающими из-за слепой зоны. Полтора миллиона аварий происходят из-за набора текстовых сообщений во время вождения, а усталость – причины 10% аварий ежегодно. Система мониторинга водителя с помощью датчиков помогает отслеживать движение автомобиля, чтобы убедиться, что водитель обращает внимание на дорогу. Если система определяет, что водитель устал или отвлекся на телефон, она подает сигналы. Шины – очень важный компонент автомобиля. От них напрямую зависят многие функции безопасности. Вот почему очень важно следить за тем, чтобы шины всегда были в отличном состоянии. Система контроля давления определяет давление воздуха во всех шинах, гарантируя, что вы будете знать, когда их нужно подкачать. Постоянное развитие технологий продолжает обеспечивать нашу безопасность на более длинных участках дороги. Предупреждение о съезде с полосы движения фокусируется на линиях на дороге, гарантируя, что автомобиль остается в пределах полосы. Каждый раз, когда автомобиль выезжает за линию дороги без соответствующего сигнала, функция на основе камеры это распознает и подает сигнал водителю. Система удержания полосы движения использует тот же принцип. Когда машина подъезжает слишком близко, система регулирует рулевое управление и центрирует автомобиль в пределах своей полосы движения. В более продвинутых автомобилях есть даже возможность автономного вождения. Система автопилота вывели круиз-контроль на новый уровень. Теперь автомобиль может не только ехать без участия водителя по полосе с заданной скоростью, но и при необходимости менять полосу движения. Некоторые функции безопасности только начинают входить в моду. Например, ночное видение с термографическими камерами для наблюдения за пешеходами и животными. Оно выводит данные на информационные экраны и идентифицирует объекты по тепловым сигнатурам. По оценкам, в мире используется полтора миллиарда автомобилей. И по мере роста населения ожидается, что автомобилей тоже станет больше. Функции безопасности будут продолжать развиваться. Инфракрасные фары будут адаптированы для езды в условиях плохой видимости, таких как гроза, снег и туман. Ищите упавшую на пол сережку или булавку? Натяните на трубу пылесоса носок и подвигайте им по полу. Так вы подберете мелкие предметы, и их не засысет внутрь. Включите пылесос, это обычно помогает. Свечной воск, который пролился на мебель, можно удалить с помощью кубиков льда. Вместо того, чтобы портить покрытие, соскребая воск, наполните пластиковый пакет льдом и положите его на воск на пару минут. Остывший и затвердевший воск намного проще убрать. Следы мелков на стенах – самый страшный кошмар родителей, но эти отметки легко удалить с помощью фена. Погрейте следы несколько секунд, чтобы размягчить воск, а потом просто вытрите его со стены. С помощью кондиционера для волос вы можете сделать новый свитер менее колючим. Замочите его в теплой воде с парой столовых ложек кондиционера и оставьте на 15 минут. Затем высушите свитер, он станет намного мягче. Слой пузырей, который образуется, когда вы добавляете пену для ванны в воду, не просто для забавы. Пузырьки выполняют роль теплоизоляции, и вода в ванне дольше остается теплой. В следующий раз, когда будете собираться на работу, внимательно посмотрите на свою рубашку. Все петли для пуговиц прошиты вертикально. Но вот последняя прошита горизонтально, верно? Все потому, что на нижнюю часть рубашки приходится больше нагрузки из-за натяжения, так как она находится в области бедер. Горизонтальная петля – это не ошибка. Она не дает рубашке порваться, когда вы двигаете бедрами. Ромбовидная нашивка на рюкзаке, которую в народе называют «свиной пятак», не просто элемент дизайна. Через эти отверстия вы можете протянуть веревку, чтобы прикрепить дополнительное снаряжение. Идеально для длительных походов. Если вы выкладываете китайскую еду на тарелку, вы делаете лишнюю работу. Картонную коробку с китайской едой на вынос можно разогнуть, и получится идеальная одноразовая тарелка для вашей еды. Дырка в трубочке от леденца нужна не для того, чтобы вы не подавились, если случайно ее проглотите. Она удерживает конфету на месте. Лишняя карамель стекает в трубочку и в эту дырку, застывает и не дает конфете отпасть. Если бы палочка была гладкой, конфета бы с нее соскользнула. В некоторых небоскребах есть пустые этажи, на которых нет ничего, кроме лифта и пары сложных механизмов. Такие этажи называют техническими. По словам проектировщиков, они нужны, чтобы обеспечить нормальное функционирование здания. Также это способ обойти ограничения по высоте. В некоторых небоскребах есть лимит на количество этажей. Нежилые этажи при этом не учитываются. Они делают здание выше и внушительнее, без нарушения договора строительства. А еще они помогают предотвратить распространение огня при пожарах. Если вы внимательно посмотрите на дверь лифта, то заметите крошечную дырку. Это замочная скважина для экстренных случаев или плановых техосмотров. Если вы застрянете в лифте, техник сможет легко вытащить вас оттуда с помощью универсального ключа. Соль нужна не только для готовки. Она поможет вам избавиться от резких запахов. Потрите пальцы солью после нарезки чеснока. Это должно удалить запах. Еще это работает с обувью. В нижней части тостеров есть секретная задвижка, которую можно достать, чтобы выкинуть все раздражающие крошки. Посмотрите на клавиатуру своего ноутбука. На клавишах А и О есть бугорки. Когда пальцы находятся в оптимальном положении для печатания, указательные пальцы ложатся на эти две клавиши. Бугарки были добавлены, чтобы вы могли правильно располагать руки во время набора текста, не глядя на клавиатуру. Если вы будете стирать вещи в прохладной или даже холодной воде, они прослужат вам в два раза дольше. По возможности сушите их на веревке, а не в сушильной машине. Это тоже способствует долговечности материала. Чем реже вы стираете, тем менее тусклыми и севшими будут вещи. А еще вы сэкономите на счетах за электричество. Пустые страницы в книгах нужны не для подписи автора. Это результат производственного процесса. Книги печатают на крупных листах. На каждой умещается четыре книжные страницы. Если в книге нечетное количество страниц, то, скорее всего, в ней будут пустые страницы для заметок. У петелек на тележках в магазинах больше функций, чем вы думаете. Нет нужды класть новую белую куртку рядом с морковью. Эта штуковина, похожая на крючок, поможет вам организовать вещи в тележке так, чтобы вы смогли насладиться покупками. Мне помогает. Хорошая дверная ручка сделана или из латуни, или из бронзы, или из медных сплавов. У этих металлов есть антибактериальный эффект. На них бактерии размножаются медленнее. А еще они быстро избавляются от микробов буквально за пару часов. Есть только один способ правильно хранить арахисовое масло. Если ставить банку как обычно, оно может быстро затвердеть. Хитрость в том, чтобы хранить банку вверх дном. Тогда масла не застоятся на дне, а равномерно распределятся по банке. Мой пес обожает арахисовую пасту. А ваш? Одноразовые стаканчики в разных кофейнях выглядят абсолютно одинаково. Меняется только логотип. Секрет в особой форме, которая позволяет наслаждаться напитком. Верхняя часть всегда шире, чтобы во время питья туда умещался ваш нос. А донышко всегда уже, чтобы стаканчик было легче держать, даже в маленькой руке. Еще благодаря этому стаканчики можно ставить друг в друга. Прокисшее молоко выделяет газы, как и многие другие испортившиеся продукты. Стандартная пластиковая упаковка молока немного вогнута с одной стороны. Когда газы внутри расширяются, тара тоже расширяется, и вогнутая сторона расправляется. Также, если вы хотите оставить молоко на потом и заморозить его, бутылка расширится, когда молоко затвердеет и станет занимать больше места. Почти на всех измерительных лентах есть металлический наконечник с небольшим отверстием. За него вы можете подвесить ленту на гвоздь или шуруп, чтобы сделать измерение без чьей-либо помощи. Иногда с одной стороны такого наконечника есть ряд зубчиков. Он может пригодиться, когда вам нужно сделать отметку, а у вас нет карандаша. Если вы хоть раз пробовали картриджи Nintendo на вкус, то знаете, что они противные и оставляют кисло-горькое послевкусие. Что ж, мое дело предупредить. Они покрыты бензоатом динатонией, одним из самых отвратительных на вкус вещей. В ларьках с мороженым такое не предлагают. На самом деле у этого вкуса есть функция. Благодаря ему люди не глотают картриджи. Неровные края монет — это не просто дизайн. Раньше монеты изготавливали из ценных металлов, чтобы показать их истинную ценность. Люди стачивали края, расплачивались точенными монетами с той же ценностью, а обрезки переплавляли в новые монеты. Чтобы этого избежать, чеканщики придумали узор, помогающий определить, обтачивал ли кто-то монеты. Тройная рукоятка на канистре нужна, чтобы двум людям было легче ее нести, и горючее распределялось равномерно. Лимоны становятся сочнее, если немного подогреть их в микроволновке. Жар смягчает оболочку, и сок лучше вытекает. Результат? Больше лимонада. Срок годности минералки указывают не потому, что вода портится. Вообще никакая вода не может испортиться. А вот бутылка может. Со временем она начинает выделять небезопасные химикаты. Попробуйте провести эксперимент. Тоник светится в ультрафиолете. Он содержит хинин, делающий напиток горьким и светящимся. Цвет тарелок и чашек может влиять на ваше восприятие пищи. Группа из 57 добровольцев пила горячий шоколад из разных кружек. Большинство людей заявило, что шоколад в оранжевых кружках был вкуснее. Красные тарелки подойдут тем, кто на диете. Они выглядят тревожно, и вы меньше едите. Замечали ли вы крохотное углубление на рулетке? Оно расположено на крючке, за который нужно потянуть. Так вот, углубление идеально подходит для шляпки обыкновенного гвоздя. Можно вбить гвоздь и закрепить на нем конец ленты, чтобы провести измерение. Жду не дождусь, когда смогу это проверить. А поля в тетрадях придумали, чтобы защитить записи от мышей. Нет, нет, не для того, чтобы они не списывали ответы на контрольную. Раньше людям приходилось жить в тесном контакте с мышами и крысами, которые частенько грызли бумагу. И чтобы записи совсем не исчезли, люди изобрели поля. Текст сдвигался ближе к середине страницы, и грызуны не могли ему навредить. Может быть, выражение «переварить информацию» тоже пошло оттуда. А что насчет небольших отверстий внизу иллюминаторов? Они выполняют важную миссию – регулируют давление воздуха в салоне. Другими словами, помогают самолету летать. Огромная ответственность. Кстати, откидные столики в самолете – самое грязное место во всем салоне. На них обнаружили в 8 раз больше микробов, чем на кнопке слива унитаза. А что, если мы разрежем обычный самолет пополам и заглянем внутрь? Выглядеть это будет примерно так. Сиденье сверху, а все, что нужно, перевести внизу. Я имею в виду пассажирский багаж, предметы первой необходимости, части системы крыла и так далее. А теперь перекатимся к шарам для боулинга. Знаю, звучит не очень. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как этот шар выглядит изнутри? Если профессиональный шар для боулинга разрезать пополам, вы заметите знакомое очертание. Ничего не напоминает? Ну, к примеру, логотип Эдми. Профессиональные шары для боулинга отличаются от тех, которые можно увидеть в местных торговых центрах. Это потому, что они были сделаны так, чтобы выполнять разные причудливые движения. Их внутренняя конструкция довольно сложная. Она помогает профессионалам выбить больше страйков. В таких шарах для боулинга ядро обеспечивает смещение центра тяжести во время движения по дорожке. Из-за этого им сложнее попасть в желоба по бокам. Кстати, о мячах. Давайте заглянем внутрь бейсбольного. Он сделан из нескольких слоев, что позволяет ему сохранять легкость и аэродинамичность. Середина сделана из пробкового материала, обтянутого черной резиной. Затем идет слой красной резины, за которым следует два или три чередующихся слоя шерстяной пряжи. И, наконец, слой белой кожи и красивый красный шов сбоку, который все скрепляет. Представьте, что обладаете рентгеновским зрением и можете заглянуть внутрь кости человека. Ну и жуть. Я думаю, что ваше внимание привлечет так называемая паутина в центре кости. На самом деле это сгущенная и сложная структура нервов, которые находятся внутри ваших костей. Здорово! А теперь загадка. Что круглое можно найти у океана, учитывая, что оно похоже на музей Гугенхайма в Нью-Йорке, который почти полностью состоит из пандусов? Если ваш ответ – раковина наутилуса, то вы угадали. Наутилус – это моллюск, дом которого можно найти во всех сувенирных магазинчиках на море. Раковина состоит из двух слоев – матового белого внешнего и переливающегося внутреннего. А если разрезать ее пополам, будет похоже на интерьер музея Гугенхайма. Листья алоэ используются в лечебных целях, а также для увлажнения кожи. Но если вам удастся заглянуть внутрь листа, то, что вы увидите, вам очень понравится. Кто не мечтал о бассейне из желе? Что может быть проще и привычнее тюбика зубной пасты? А как насчет ее разноцветного варианта? Многие думали, что внутри такого тюбика могут быть перегородки, чтобы полоски пасты не смешивались. Но если разрезать его пополам, вы увидите, что внутри тюбика ничего такого нет. Оказалось, над созданием полосатой зубной пасты пришлось потрудиться. По словам специалиста, нужно следить за тем, чтобы все полоски пасты имели одинаковые физические свойства. Именно поэтому разные цвета не смешиваются. Поэтому если разорвать тюбик, вы увидите что-то похожее на несколько разноцветных кусочков пиццы. В вашем шкафу наверняка найдется парочка деревянных вешалок. Обычно их делают из кедра, который является природным репеллентом. Так что вешалки из кедра действительно защищают одежду от нашествия моли. Некоторые люди не выходят на улицу без подводки для глаз. Правда? Но знаете ли вы, что еще в древнем Египте и мужчины, и женщины использовали подводку для глаз, чтобы защитить их от солнца? Спасибо египтянам за это изобретение. Теперь бы еще научиться ходить, как они. Обычно подголовники нам нужны для того, чтобы... Ну, чтобы голова отдохнула, верно? Но не только. Подголовники можно легко снять с сидения и в случае крайней необходимости разбить ими окно в машине. Об этой хитрости мало кто знает. Наверняка коврик в прихожей вы кладете горизонтально, как и многие из нас. Но они нужны для того, чтобы грязь с подошв в обуви осталась на коврике, прежде чем вы войдете в дом. Чтобы коврик выполнял свою функцию правильно, лучше повернуть его вертикально. Тогда, прежде чем войти в дом, вы сделаете больше шагов по коврику. И последнее по списку, но не по значению. Не хочу никого обвинять, но, скорее всего, вы неправильно пылесосите дома. И я могу это доказать. Многие просто пылесосят полы и ковры в одном направлении или несколько раз двигают щеткой вперед-назад, думая, что убрали всю пыль. Но профессионалы считают, что лучше всего пылесосить рядами. Сначала вы двигаете щетку вперед, пока не доберетесь до конца ряда. Затем ковер нужно немного распушить и двигаться вниз по тому же ряду, чтобы собрать всю оставшуюся пыль. Кстати, об эффективной уборке. Вообще-то я предпочитаю убирать комнату только мысленно. Не хочу нарушать защитный слой пыли. Буквы на клавиатуре не случайно расположены в таком порядке. Первая в мире клавиатура была на печатной машинке. Со временем машинистки так наловчились, что стали печатать слишком быстро. И рычажки с литерами перекрещивались и застревали. Поэтому производителям пришлось расположить клавиши в хаотичном порядке, чтобы машинистки работали медленнее и машинки продолжали функционировать. Вы тоже любите чистить обувь щеточками по сторонам эскалаторов в торговых центрах? Верьте или нет, но это не основная их функция. Щетинки там для безопасности. У людей, которые стояли слишком близко к бортикам, в эскалаторах часто застревали сумки и одежда. Нейлоновые щетинки обманывают наш мозг и не дают нам приближаться к панелям эскалатора. Многие думают, что изгибы на невидимках нужны для красоты и зацепляют их на волосы волнистой частью вверх. На самом же деле эти волны нужны, чтобы подхватить нижние слои волос и лучше закрепить невидимку. Выходит, волнистая часть должна смотреть вниз. Вы наверняка замечали, что измерительные ленты заканчиваются металлическим наконечником с прорезью. Если ваши руки заняты, просто повесьте ленту на гвоздь за прорезь, чтобы сделать измерение. Если приглядеться, можно увидеть, что наконечник немного зазубрен с одной стороны. Значит, им можно делать пометки. Карандаш вам даже не понадобится. Если вы часто летаете, то точно видели крошечные отверстия в самом низу иллюминаторов. Без паники, они защищают вас во время полета на большой высоте. Это дренажные отверстия, которые находятся в среднем из трех стекол иллюминатора и защищают пассажиров от давления извне. Дырка может и маленькая, но она принимает на себя все давление внешнего стекла. Также отверстие обеспечивает плавный рост давления в салоне, что помогает выравнивать давление в иллюминаторах, когда это необходимо. С бутылки кетчупа «Хайнс» на вас смотрит цифра 57. По словам представителей компании, только 11% людей в курсе, что цифра не имеет ничего общего с товарной этикеткой. На самом деле это точка, надавив на которую вы можете налить соус на тарелку. В следующий раз, когда захотите кетчупа, не хлопайте бутылку по донышку. Просто нажмите на цифру 57. Боростки на донышках чашек нужны, чтобы их было удобнее мыть в посудомоечной машине. Когда вы ставите чашку вверх дном, боростки способствуют тому, что вода стекает, а не застаивается. И когда вы будете доставать чашки, вода не прольется вам на ноги. Еще боростки позволяют холодному воздуху проходить под чашку. Они также предотвращают появление трещин на чашке из-за нагрева, когда вы наливаете горячие напитки. Вы наверняка замечали маленькую точку рядом с камерой на вашем айфоне и думали, что это вспышка. Нет, не вспышка, а микрофон. Он усиливает звуки, когда вы используете заднюю камеру. В следующий раз, когда вам захочется перекусить картошкой из Макдональдса, обратите внимание на сгибаемый край верхней части коробочки. Некоторые загибают его к картошке, чтобы накрыть ее и не дать ей остыть. Но если вы не планируете тянуть время, отогните краешек назад и превратите коробку в импровизированную тарелку для картошки. Согните край прочно. Вы же не хотите, чтобы он отскочил обратно и весь соус вылился на вас. Поверьте, это не круто. В 70-х люди захотели, чтобы зубная паста не только сохраняла здоровье зубов, но и делала дыхание свежим. Компания Аквафреш откликнулась на запрос и добавила в свой продукт синюю полоску. Поскольку потребители стали больше заботиться о зубах и деснах, компания добавила в пасту третью красную полоску. С тех пор у зубной пасты три функции – поддержание свежести, чистка и предотвращение зубного налета. И да, обычная белая зубная паста имеет те же свойства, но торговые марки все равно продолжают добавлять полоски. Кстати, о пасте. Замечали ли вы цветные точки в нижней части тюбиков? Они не означают ничего особенного, а лишь помогают в процессе производства, сообщая световым датчикам, где заканчивается тюбик. Благодаря этому станок может правильно обрезать и запечатать тюбик. Антисептики для рук сегодня широко распространены. Их можно использовать не только для обработки рук. Они также отлично удаляют пятна с одежды. Антисептик расщепляет масляные, жирные пятна и обезжиривает материалы. А еще его можно использовать в качестве дезодоранта в жаркий день. На дне бутылок обычно есть маленькие выемки странной формы. Без этих специальных выемок ваша бутылка не выглядела бы так, как она выглядит сейчас. Такие бутылки производят на фабриках в больших количествах. Все они выглядят одинаково. Если вы сидите за компьютером, взгляните прямо сейчас на клавиатуру. А если нет, то ничего страшного. Вот вам клавиатура на экране. Кнопки клавиш расположены в раскладке QWERTY, названы в честь первых шести клавиш под цифрами. Оказывается, так было не всегда. Раньше они располагались в алфавитном порядке, что имело некий смысл, если как следует вдуматься. Алфавитная разметка вышла из употребления, потому что когда-то существовали устройства под названием «печатные машинки». Помните такие? При нажатии на клавишу вылетал литерный рычаг. Он ударялся о чернильную ленту и штамповал символ на листе бумаги. В конце концов, машинистки научились печатать очень быстро. Слишком быстро. Литерные рычаги застревали, и на этом все заканчивалось. Так были придуманы клавиатуры с рандомизированными клавишами. Это усложняло набор текста, помогая замедлить работу машинисток и предотвратить застревание. Гораздо лучше. Теперь уже нет никаких литерных рычагов. И никаких пишущих машинок. Вроде как. И в наши дни некоторые печатают очень быстро. И, конечно же, тут возникает вопрос. Кто же все-таки быстрее? Мы сейчас или они тогда? Клавиатура также имеет еще одну скрытую функцию. Вы когда-нибудь замечали, что у клавиш с буквами А и О есть маленькие выпуклости на нижней части? Как оказалось, они существуют для того, чтобы помочь людям понять, где они находятся на клавиатуре, не отрывая глаз от экрана. Кофе на вынос из любимого кафе может быть отличной идеей, чтобы окончательно проснуться утром. Однако, придя после этого домой или на работу, вы наверняка боитесь испачкать стаканчиком свой стол. Не волнуйтесь об этом. Ведь пластиковая крышка подойдет в качестве подставки. На самом деле, она идеально подходит по размеру, чтобы удерживать чашку. Попробуйте сами. Это может очень пригодиться, если вы готовите дома. Ведь никогда точно не знаешь, сколько нужно взять спагетти, чтобы сварить всего одну порцию. Если у вас есть ложка для спагетти, просто возьмите ее. Многие понятия не имеют, для чего нужна маленькая дырочка посередине. И предполагают, что это для оттока воды или чего-то в этом роде. Оказывается, что она нужна для того, чтобы отмерять идеальную порцию. Просто посмотрите, сколько сухих спагетти может поместиться в отверстие. Как раз на одну порцию. При выборе вешалок для одежды можно заметить, что пластиковые намного дешевле деревянных. И тому есть вполне логическое объяснение. Деревянные вешалки обычно делаются из кедра. Разница между ними в том, что деревянные отпугивают насекомых и моль. Они прочнее и служат намного дольше. А также идеально подходят для вещей, которые обычно висят в шкафу в течение длительного времени. Во время чистки зубов вы наверняка замечали, что на вашей зубной щетке есть синие щетинки. Они там не только для красоты. По ним можно определить, не пришло ли время сменить зубную щетку. Когда щетка изнашивается, щетинки теряют силу и цвет, давая вам понять, что пришло время от нее избавиться. Микроволновые печи немного похожи на маленькие телевизоры. Особенно те, в дверцах которых видно черную сетку. На самом деле это очень важный компонент. Который необходим для предотвращения утечки излучения. Это клетка Фарадея. На случай, если вы хотите знать ее техническое название. Вот почему можно спокойно стоять рядом с микроволновой печью и при этом не поджариваться. Не обязательно теперь все время стоять перед ней и смотреть, как нагревается ваша еда. Но, по крайней мере, у вас не вырастет лишнее ухо или что-то в этом роде. У некоторых духовок снизу есть выдвижной ящик. Все знают, какое это удобное место для всякой мелочи. Но на самом деле он предназначен для другого. Предполагается, что его используют для только что приготовленной еды, чтобы она дольше сохраняла тепло. Нужно вынуть блюдо из духовки и положить в ящик, чтобы продолжить спокойно готовить. Теперь вы находитесь в самолете, смотрите по сторонам, думая, как бы скоротать время перед взлетом. И тут на окне вы замечаете маленькое отверстие. Не волнуйтесь, так все и было задумано. Оно нужно для того, чтобы сбрасывать давление, которое накапливается во время взлета и посадки самолета. Отверстие также пропускает воздух. А теперь поднимите руку, если вы когда-нибудь ездили на эскалаторе и чистили обувь, а его щетину. Наверное, все это делали. Однако щетина вовсе не для чистки обуви. Она служит для безопасности и препятствует застреванию шнурков, одежды и других вещей. Иногда к новой одежде прилагается кусок ткани. Обычно он лежит в маленьком пакетике вместе с запасными пуговицами. Можно подумать, что этот кусок ткани нужен для заплаток, на случай, если одежда порвется. Но на самом деле во время первой стирки на нем можно проверить, как ткань реагирует на чистящие средства. Теперь не нужно беспокоиться о том, что ваше новое дорогое пальто сядет или поменяет цвет. Пузыри. Кто же их не любит? У многих до сих пор остались приятные воспоминания из детства, связанные с ними. Но теперь, чтобы вернуть это чувство, остаются только ванны с пеной. И правда, что может быть лучше после тяжелого рабочего дня, чем понежиться в теплой ванне. Не так ли? И пузырьки не только делают вас чище. Ведь чем качественнее пузырьки, которые в этом случае работают как теплоизолятор, тем дольше ваша ванна будет оставаться теплой. В следующий раз, когда будете собираться на работу, присмотритесь повнимательнее к своей рубашке. Каждое отверстие для пуговицы прошито вертикально, но взгляните на самое последнее. Оно сделано горизонтально. А все потому, что нижняя часть вашей рубашки испытывает наибольшее напряжение от натягивания, так как именно там находятся ваши бедра. Поэтому горизонтальное отверстие для пуговицы сделано вовсе не по ошибке, а чтобы ваша рубашка не рвалась при движении бедер. Слой пузырьков, который образуется, когда вы добавляете пену в свою ванну, существует не только для удовольствия. Он также помогает дольше сохранять тепло в вашей ванне. Помпон на верхней части вашей шапочки совсем не какой-то модный аксессуар. Изначально помпоны делались для того, чтобы моряки не бились головами, а слишком низкие потолки кораблей. В крекерах есть отверстия, чтобы они не трескались и не ломались во время выпекания. Если бы отверстий не было, внутри крекера образовывался бы пар, и печенье деформировалось бы. Цифры на наклейках у апельсинов не случайны. Если там есть четыре цифры, и первая из них – три или четыре, это означает, что фрукты были изготовлены с использованием традиционных методов введения сельского хозяйства. Пять цифр, начинающихся с восьмерки, означают, что апельсин был генетически модифицирован. Пять чисел, начинающихся с девятки, означает, что плод является органическим. Поля на бумаге предназначены совсем не для записи, даты, нумерации. Изначально они выполняли защитные функции. Когда-то крысы представляли огромную проблему для жилища человека, и, кроме всего прочего, очень любили грызть бумагу. Поля были мерой предосторожности, чтобы крысы грызли бумагу лишь по краям и не допирались до рукописных текстов. Выкладывая купленную на вынос китайскую еду на тарелку, вы совершаете лишнюю работу. Как и любой бумажный горшочек с приправами в ресторанах быстрого питания, картонную коробку можно развернуть, чтобы получилась тарелка идеального размера, как раз для вашей еды. Длинное горлышко на вашей бутылке с газированным напитком разработано таким образом, чтобы держать ее рукой именно там. Так тепло от вашей руки будет греть только верхнюю часть бутылки, не нагревая весь напиток. Почему на лацкане есть петлицы без соответствующей пуговицы? Первоначально пуговица у пальто и курток была. Так владелец мог поднять воротник и застегнуть его на шею, чтобы согреться. Со временем люди перестали это делать и пуговицу убрали, но многие производители костюмов все еще сохраняют петлицу. Довольно трудно разглядеть свою еду в микроволновой печи из-за этой надоедливой черной решетки, но она там для того, чтобы предотвратить утечку вредных микроволн. Это клетка Фарадея. Она защищает вас и одновременно служит гарантией, что ваша еда приготовится правильно. Примечательный ромбик на вашем рюкзаке называется язычок или пятачок. С его помощью можно продевать шнуры через отверстия для переноски дополнительного снаряжения. Идеально подходит для кемпинга или дальних походов. Мячики для гольфа не идеально круглые, а покрыты ямочками. Благодаря им мяч двигается по воздуху более плавно, с меньшим сопротивлением, летает дальше и быстрее. Подушечки для макияжа по какой-то причине имеют две разные стороны. Неровная сторона используется для нанесения макияжа, в то время как другая предназначена для его удаления. Отверстия у пончиков нужны для того, чтобы внутри и снаружи они пропекались равномерно. До того, как были придуманы эти отверстия, внутренняя сторона обычно была жирной и рыхлой, а снаружи они были хрустящими. Зарядное устройство для ноутбука Apple имеет крошечные ножки, которые можно сложить, и у них есть важная функция. Эти ножки в развернутом виде позволяют обернуть кабель, а затем закрепить его на месте, предотвращая запутывание или повреждение. Взгляните на бутылку содовой, и внутри крышки бутылки вы увидите диск. Он отвечает за то, чтобы жидкость дольше оставалась газированной. Отверстие в полой палочке для леденцов вовсе не предотвращает удушье, если ее когда-нибудь проглотить. На самом деле оно нужно, чтобы удерживать конфеты на месте. Излишки конфет стекают в полую трубку, и леденец остается на месте. Если бы палочка была гладкой, конфета легко бы соскальзывала. Молния на кожаных байкерских куртках часто пришивается по диагонали. Это не просто дань моде. Молнии, сшитые вертикально, могут сбиться в кучу, если владелец наклонится вперед, а диагональная молния останется на месте. Маленький треугольник на панели автомобиля предназначен для того, чтобы вы знали, с какой стороны автомобиля находится крышка топливного бака. Теперь вы даже на арендованной машине легко определите нужную сторону. Пылесосы поставляются с разным количеством насадок, но кто знает, для чего пылесосу, эта насадка с длинной щетиной. Она нужна для вытирания пыли, и к тому же идеально подходит для чистки картин в рамах, жалюзи и обожилов. Эти крошечные отверстия в лотке для шоколадных коробок на самом деле выполняют определенную функцию. Нажмите на отверстие рядом с конфетой, и она выскочит к вам в руки, и вам не придется пачкаться. Очень удобно. В некоторых небоскребах есть этажи, где нет ничего, кроме лифта. На самом деле это способ обойти ограничения по высоте. Такие пустые этажи увеличивают высоту здания и делают его более впечатляющим, не нарушая при этом контракт на строительство. Также пустые этажи помогают предотвратить распространение по зданию пожара. Пуговицы на женской рубашке традиционно находятся слева не просто так. Дело в том, что раньше такое их положение было своеобразным подтверждением богатства. Если женщину собирала горничная, ей было удобнее застегивать рубашку слева направо. Если держать полную коробку сока слишком крепко, можно все разлить. Чтобы этого избежать, отогните треугольники по бокам коробки с соком и используйте их, чтобы держать напиток. У некоторых автомобилей на приборной панели есть крошечный знак с чашкой кофе. Это часть механизма, который не даст вам уснуть за рулем. Некоторые производители оснащают свои авто с системой обнаружения сонливости. Она анализирует скорость, угол поворота колес и отклонение от полосы движения и выясняет, не пора ли водителю сделать перерыв. Если это так, автомобиль начинает подавать звуковые сигналы и знак кофейной чашки принимается мигать. Наклейки на фруктах и овощах в супермаркете полны информации. Если на наклейке есть четырехзначный код, продукт был выращен обычным способом. В большинстве случаев это также означает, что в процессе использовались пестициды. Если продукт органический, на наклейке будет пять цифр, а первая цифра – девять. Генетически модифицированные продукты также имеют пятизначный код. Ну а первая цифра там – восемь. Сахар раньше продавался в виде сахарных голов. Это такие высокие твердые конусы. В те времена, чтобы добыть сахар к чаю, нужно было использовать специальный молоток. После этого сахар раскалывали на более мелкие и аккуратные куски. Только в середине девятнадцатого века изобрели первый пресс, который начал нарезать сахар кубиками. Продукт стало легче хранить и транспортировать. В небольшое отверстие в ключе можно вставить отвертку, чтобы придать ключу дополнительный крутящий момент. Этот метод также хорош при неудобном угле. Когда вы водите в темноте, вам может мешать свет фар автомобилей позади вас. Если у вас ручное зеркало заднего вида, найдите внизу язычок и сдвиньте его. За стеклом в зеркале расположен отражающий материал, и, сдвинув язычок, вы измените угол его наклона и приглушите отраженный в зеркале свет. Ложки для мороженого бывают разных цветов, и обычно это связано не с эстетикой. Цвет указывает на размер ложки. Таким образом, вы сможете легко вычислить, сколько шариков получится из килограмма мороженого. Ух ты, килограмм мороженого! Я в деле. Некоторые колпачки на тюбиках полые сверху и имеют небольшой шип внутри. Его назначение проколоть наклейку из фольги или заглушку, которая запечатывает тюбик. Просто прижмите верх крышки к горлышку тюбика, и вам не придется отрывать крошечную фольгу пальцами. Символ с буквы R в круге на упаковке продукта означает, что торговый знак официально зарегистрирован, и владелец торговой марки имеет право размещать его на всех своих продуктах. Он также может подать в суд на любого, кто попытается использовать эту торговую марку. У заправочных пистолетов на бензоколонках обычно имеется небольшая металлическая защелка на рукоятке. Ее можно использовать, чтобы зафиксировать рукоятку в нажатом положении. Тогда бензин продолжит поступать в бак, даже если вы ее отпустите. В прошлом монеты были разных форм, иногда довольно странных. Нечестные люди использовали это в своих интересах. Они крали ценные металлы, из которых были сделаны монеты, срезая углы. Чтобы предотвратить такого рода мошенничество, монеты стали делать круглыми и наносить на их ребра засечки. Два отверстия в палочке для леденца предназначены для удержания конфеты на месте. Когда палочку опускают в горячий жидкий сироп, тот попадает в отверстие и затвердевает. Сладость уже никуда не денется. Кусочки ткани, которые поставляются вместе с одеждой, предназначены, чтобы пробовать на них чистящие средства. Так вы не испортите дорогую для вас вещь при стирке. Отверстия в наушниках позволяют воздуху циркулировать в динамиках. Это помогает усилить низкие частоты, делая басы более глубокими. Качество звука в целом также становится лучше. И это прекрасно.